На Беларусь 4 программа «Де-факто». Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и анализируем чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Погодные условия как фактор риска. Снег и гололед затруднил ситуацию на дорогах области. Есть пострадавшие и жертвы. Гимнастку московского цирка, получившую после падения с высоты травму головы, выписали из больницы. Любовь к оружию довела до решетки. В Гомеле возбуждено уголовное дело против гомельчанина, который стрелял из автомата Калашникова. Чем опасен неокрепший лед и почему из года в год происходят трагедии? Специальный репортаж Алексея Нинкевича. А также кто в ответе за жизнь детей и подростков, современные угрозы и правила безопасного поведения? В комментарии компетентного эксперта. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние семь дней. За неделю произошло немалое количество чрезвычайных ситуаций, оказавшихся в центре внимания наших корреспондентов. Циклон, принесший в наш регион холод. Снег и ветер стал условием для возникновения чрезвычайных ситуаций по всей Гомельской области. Участились случаи переохлаждения и обморожения людей. Был зафиксирован всплеск ДТП. Промерзшая дорога стала причиной ряда дорожно-транспортных происшествий на бульваре газеты «Гомельская правда». В кувете оказались три автомобиля. Не справились с управлением машинами мужчина и две девушки. Одну из пассажиров сразу после ДТП отвезли для осмотра в больницу. Иномарки получили множественное повреждение. Все дело в том, что на закруглении дороги в сторону улицы Хатаевича образовалась наледь. Это место продувается влажным ветром и при понижении температуры воздуха трасса становится опасной. Под колесами троллейбуса погиб пешеход, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Инцидент произошел на улице Полеской. Троллейбус двигался со стороны Кирова в направлении улицы Шевченко. 58-летний мужчина переходил улицу слева направо по ходу движения общественного транспорта. По факту происшествия управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса «Нарушение ПДД», повлекшее по неосторожности смерть человека. Накануне серьезная авария под Речицей унесла жизни троих гомельчан. Столкновение произошло на подъезде к Речице со стороны Калинковичи. По результатам первоначальных следственных действий известно, что 48-летний водитель Шкода выехал на встречную полосу движения и столкнулся с МАЗом. Кроме водителя в легковом автомобиле находились мужчина 1968 года рождения и женщина 1965 года рождения. Это были сотрудники фонда Гомель обл. имущества. Все погибли на месте ДТП. Речицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека. На место ДТП выезжала следственная оперативная группа. Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинских, автотехнических и иных экспертиз. Сотрудники управления Следственного комитета обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами происшествия и имеют записи видеорегистратора с места ДТП, обратиться в Речицкий районный отдел Следственного комитета. В Гомеле в суд направлено уголовное дело о хищении средств на лечение больного ребенка. Кража произошла в марте прошлого года. Правоохранителям удалось найти злоумышленников и привлечь их к ответственности. Ими оказались вполне законопослушные, ранее несудимые двое гомельчан. В урне с пожертвованиями, которую они вынесли из продуктового магазина, расположенного на улице Советской, находилось более 200 рублей. После задержания грабители раскаялись с одеянным и возместили ущерб. В принципе, рассчитано на совесть человеческую. И никто, конечно же, не предполагал, что могут найтись такие охотники, так скажем, за легкой наживой именно к этому имуществу. Почти 7 тысяч рублей сумма ущерба от незаконной охоты в Мозорском районе. Следователи возбудили уголовное дело за нелегальную добычу лося в окрестностях деревни Надатки. Животное подстрелил охотник, не имевший разрешения и путевки. У браконьера изъяли гладкоствольное ружье и патроны. В настоящее время в охотничьих угодьях Гомельской области открыта охота на пушную дичь и на дикого кабана и на оленя-болгород. На стройплощадке одного из новых микрорайонов Речицы перевернулся автокран. По словам очевидцев, у машины провалилась опорная лапа. Версии причины две. Либо работник неправильно рассчитал массу груза, либо опрокидыванию поспособствовал мягкий глиняный грунт. В Калинковичах сотрудники МЧС оказывали помощь ребенку. 11-месячный мальчик, играя с металлическим колпачком для лампадки, засунул в одно из отверстий большой палец и не смог его вытащить. Палец стал опухать и родители вызвали МЧС. Хотелось бы напомнить родителям, чтобы они обращали внимание на все предметы, с которыми сегодня играют здесь. На Припяти лед стал причиной срыва понтонной переправы в районе деревни Чернище в Житковическом районе. Из-за высокой интенсивности шуга хода не выдержали крепления. На данный момент перевозку людей на катерах осуществляют сотрудники МЧС. На обоих берегах установлены пункты обогрева. Спасатели развернули палатку и пригнали металлический вагончик. Они дежурят здесь, в круглосуточном режиме. В сутки работниками МЧС с берега на берег перевозится в среднем до 800 человек и около тонны груза. В Гомельском областном суде начался процесс над мазырянами, которые оказали активное сопротивление сотрудникам милиции. В момент задержания одного из нарушителей при себе оказался нож. В итоге все три сотрудника ОМОНа, которые предприняли попытку арестовать нарушителей, получили проникающее ранение. Благодаря подкреплению подозреваемые были задержаны, а милиционерам понадобилась госпитализация. Оба фигуранта уголовного отдела были ранее судимыми. Тот, что наносил удары ножом, привлекался за грабеж и разбойное нападение. Мужчин обвиняют в краже и нанесении милиционерам тяжких телесных повреждений. В партии алкоголя ценой около 60 тысяч рублей сотрудники АБЭП и налоговой инспекции по Гомельскому району пресекли попытку незаконной перевозки спиртосодержащей продукции. Фура была остановлена на территории Беларуси участниками рейдовой группы. В прицепе за пустыми пластиковыми бочками находились коробки с водкой и спиртом. В партии более четырех тонн алкоголя – это одно из самых крупных задержаний спиртосодержащей продукции за последнее время. По совокупности статей перевозчику может грозить штраф от 100 до 200 базовых величин. Данные оперативные мероприятия позволяют выявить незаконные перемещения алкогольных напитков, возможно, сфальсифицированных, а также различные спиртсодержащие жидкости. Гражданин Украины пытался провести в Беларусь марихуан, но сообщили в Государственном таможенном комитете. Инцидент произошел в пункте пропуска «Новая Гута», через который ехал украинец на «Тойота РАВ-4». По объяснению данного гражданина, он оказал, что это вещество является лекарственным средством под чечуйной травой. В Гомеле в объектив мобильного телефона очевидцев попала девушка, которая сидела на балконе верхнего этажа многоэтажки, свесив ноги. О возможной попытке свести счеты с жизнью сообщили экстренным службам прохожие. Спасатели развернули возле дома специальный брезент, но, к счастью, он не понадобился. Девушку удалось отговорить от прыжка. Воздушную гимнастку Юлию Цепаеву, упавшую во время представления с высоты в гомельском цирке, выписали из больницы. По словам самой артистки, чувствует она себя хорошо. В первостепенных планах отправиться домой, чтобы отдохнуть и прийти в себя после случившегося. Напомним, 5 января 20-летняя гимнастка из московской труппы выскользнула из рук партнера и упала за пределы страховочной сетки. Гимнастка была доставлена в реанимационное отделение больницы с черепно-мозговой травмой. Под пристальным наблюдением специалистов Юлия находилась две недели. Ее выписали накануне с рекомендацией посвятить определенное время отдыха. Очень хорошие, все переживали, отправляли цветы нам в балладу, но мы круглосуточно с Юлей находились. Сама Юлия выразила готовность продолжать работу в цирке. Ближайшее выступление запланировано на конец февраля в родном московском цирке Никулина. В Жлобинском районе сотрудники милиции задержали 36-летнего жителя райцентра и изъяли у него автомат, который мужчина хранил и использовал незаконно. Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследования установлено, что нигде не работающий жлобинчанин осенью прошлого года незаконно приобрел автомат АКМ-74 и патроны к нему. Оружие с боеприпасами он хранил в лесу около деревни Малевичская рудня. Желание пострелять из своего автомата и подвело мужчину. Подозреваемый без какого-либо разрешения приехал на полигон, где охотники пристреливают охотничье оружие. На полигоне он стал стрелять из автомата. Был обнаружен сотрудником разрешительной системы, который приехал туда с гражданами для пристрелки оружия и впоследствии был задержан. Оружие, 24 патрона и стреляные гильзы были направлены в Государственный комитет судебных экспертиз. По результатам проведенного исследования патроны были признаны боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62х39, пригодными для производства выстрелов. Экспертам Государственного комитета предстоит провести также ряд биологических и генотипоскопических экспертиз, выводы которых будут приобщены к делу. На вопрос, у кого был приобретен автомат, предстоит ответить следствию. Выходить на охоту с автоматом Калашникова законодательством запрещено. Максимальное наказание за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Беларуси, лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Лед едва схватил водную гладь водоемов, а рыбаки уже вовсю сверлят лунки. Для сотрудников МЧС и Освода любители выудить щучку-другую – основные клиенты. Многие из них оказываются на льду, миновав десяток предупреждающих табличек. Кого еще из любителей опробовать лед приходится спасать и кто стал героем на этой неделе, выяснял наш корреспондент Алексей Немкевич. Спасатели в гидрокостюмах и с бензопилой так освобождают в Светлогорском районе, вблизи деревни Затон провалившийся под лед внедорожник, на котором решили отправиться на рыбалку несколько мужчин. Однако выбраться самостоятельно водителю не удалось. Машина ушла под воду на полметра. Лед прорезан и уже при помощи лебедки доставали этот автомобиль. Ну, уже получилось так, что это уже было темное время суток, была оказана помощь. Именно рыбаки становятся самыми частыми заложниками льда. Им не терпится открыть сезон. Некоторые, правда, осторожны и стараются не рисковать. Я вообще первый раз в этом году на лед вышел так, чтобы дома не сидеть пенсионеры. Я не хожу никогда по перволётку туда, где есть течение, и там, где глубина больше, там, полутора-двух метров. У каждого опытного рыбака есть свои приметы и способы проверки льда на прочность. Некоторые советы действительно работают. Безопасная толщина льда для выхода одного человека не менее 7 сантиметров, для группы людей не менее 12 сантиметров. Однако нужно всегда помнить, что ближе к середине водоема лед всегда тоньше. Но несмотря на все предосторожности, трагических случаев в регионе уже несколько, на один больше могло бы стать и на этом водоеме. Рыбачивший здесь 80-летний пенсионер едва не ушел под воду. К счастью, спасти его удалось. Крики о помощи услышала одна из местных жительниц. Человек кричит. Спасайте, спасайте, спасайте. Тону, тону. Я туда, туда в сторону. Вижу, человек тонет. Я подошла к нему, стала тянуть его. Женщине удалось удержать заворотник куртки тонущего, а на помощь подоспели и рыбаки, находящиеся неподалеку. Уже позже спасительницы, которая работает в одной из школ областного центра, сказали спасибо и наградили сотрудники освода. Спасибо вам большое. Но спасти удается не всех. Так местом трагедии стал закрытый искусственный водоем в Мозырьском районе. На него проникли двое подростков. Один из ребят решил опробовать прочность льда, прошел около 10 метров, и провалился. Второй пытался ему помочь, но, видя беспорезность своих действий, бросился в поселок. Поселок находится на расстоянии около километра от этого водоема. С этого момента, с его провала под лед, прошло около 40 минут, поэтому ребенка не удалось спасти. МЧС и освод призывают не оставлять детей без присмотра. Самый безопасный вариант, если они вообще не будут выходить на водоемы. Кстати, в предстоящие выходные ожидается плюсовая температура, а это значит, лед станет тоньше. Алексей Немкевич, Евгений Макеенко, специально для программы «Дефакто». Дети – это наше достояние, наше настоящее, которое в скором времени станет будущим. Поэтому многое зависит от того, как с детьми работают учителя, чему их обучают родители, достаточно ли уделяют им внимания. О вопросах безопасности подростков поговорим сегодня с исполняющим обязанности заместителя начальника управления охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел Гомельского облсполкома Владимиром Канунниковым. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Дети склонны недооценивать опасность ситуации. Это нередко становится причиной травмы несчастья. Впереди несколько дней, когда температура воздуха будет близка к нулю. И дети уже испытывают леднопрочность, причем делают это там, где бьют ключи, либо есть течение, что очень опасно. Как сотрудники органов внутренних дел относятся к этой проблеме и работают ли на профилактику? Безусловно, сотрудники милиции совместно с другими заинтересованы, в первую очередь со сводом, с органами местной власти, работают в данном направлении, контролируют ситуацию. Тем более погодные условия сейчас очень сложные. Были заморозки, сейчас резкое потепление. Случаи, когда дети выходят на лед, и случаются какие-то несчастья, к счастью, в Гомельской области, ну, очень редко. Очень редко такие случаи бывают. Но, к сожалению, в этом году открыт уже наши области печальный счет. Бывает такая ситуация, что видишь, как только ударили морозы, да, лед еще не окрепше, он достаточно тонкий, особенно к середине водоемов. А дети уже начинают, что им уже этот лед их тянет. Если прохожий замечает такую ситуацию, вот как действовать людям? Звонить в милицию, звонить спасателям, вот если они понимают, что может быть беда и хотят предупредить несчастье? Ну, в первую очередь, все мы взрослые люди. Если стали светлым такой ситуации, конечно, надо самостоятельно пытаться детей от воды, ну, просто простым языком отогнать. Не ждать каких-то несчастья, а самостоятельно ребенку тому и объяснить, что, ну, опасно это. Если есть возможность, может быть, завести его к родителям или хотя бы пригласить их. То есть не быть равнодушным? Конечно, не быть равнодушным. Ну, если уже видите, что случается несчастье, пользуясь самыми элементарными простыми правилами, которые я знаю, ну, думаю, каждый знает, как взрослый человек, как вести себя на льду, то есть не становиться ногами, подползти, использовать какую-то веревку, либо палку, чтобы помочь вытащить. И, конечно, в первую очередь, звонить в освод, звонить медработникам, при необходимости звонить в МЧС, то есть по телефонам 101, по телефонам 103, и сразу оперативно все будет сделано, оперативно помощь прибудет. Вот из-за отсутствия контроля со стороны взрослых дети нередко вовлекаются в опасное преступление, да? Каковы риски для подростков на сегодня? И каким видом правонарушений молодежь в нашей области причастна больше всего? Здесь отрадно хочу сказать, что уже который год подряд в Гомельской области, во всей республике, ну и в том числе в Гомельской области, снижается подростковая преступность. Если брать на протяжении последних 11 лет, то преступления, совершенных нечестнолетними, стало меньше практически в 5 раз. Это тоже, можно сказать, успех. Но основными видами преступления это является, ну, как и традиционно, являются среди подростков мелкие кражи. Это такой наиболее популярный вид, то есть где-то что-то, как правило, компания молодых людей идет, что-то увидели, как говорится, плохо лежит, взяли. Естественно, на сегодняшний день достаточно умилиться и сил, и средств, чтобы такие преступления раскрывать. Практически все они раскрываются, устанавливаются, люди привлекаются в уголовную ответственность. Дети часто еще и теряются. Вот был случай в Добровском районе, когда компания молодых людей, решив испытать компас, его работу, отправились в лес и заблудились, да, их искали, но, слава богу, нашли. А также мы знаем пример путешественников юных, это в Сетлогорске воспитанники детского сада отправились в путешествие на дизель-поезде. И тут возникает вопрос, ну, кроме подконтрольности этих детей, еще и вопрос социальный, когда дети прошли у детского садика 600 метров до территории вокзала, и никто из взрослых не обратил внимание на то, что дети идут сами по себе, без родителей, и это тоже социальная проблема. Как вы считаете, как она решается органами внутренних дел? Проблема, конечно, есть, как вы правильно сказали, это касается и выхода детей на льду, и каких-то фактов пребывания малолетних детей без сопровождения взрослых. Не должны взрослые люди оставаться равнодушны к таким вещам. Но, как правило, у нас не остаются этот случай, не знаю, уникальный, или так просто сложилось. Обычно сразу поступают звонки в милицию. У нас, в общем-то, эксперименты на одном из порталов, когда ребенок ходил два часа, и, в принципе, практически никто не обратил на него внимания. Ребенок, к сожалению, это, да, свидетельствует о каких-то, может быть, изменениях в психологии, менталитете, которые мы наблюдаем. Но, в целом, что касается родителей, хочу обратиться и сказать, что если, не дай бог, случилось, вы не можете выйти на связь с своим ребенком, либо не знаете, где он, ну, не надо долгое время искать его самостоятельно. Сделали там какие-то звонки основные, если видите, что, и чувствуете, что такая проблема есть, сразу обращайтесь в милицию. Там, независимо от того, пропал ваш ребенок, там, 15 минут назад, или 20 минут назад, ваше обращение будет зарегистрировано, принято, и незамедлительно сотрудники органов внутренних дел начнут поиск. По всем заявлениям, обращениям, которые поступали в прошлом году о безвести пропавших внешнолетних, все они были обнаружены. То есть, как бы, ну... Но, тем не менее, людям, нашим телезрителям стоит быть все-таки внимательными, да, если вдруг на улице они звучат несовершеннолетние? Конечно, если вы заметили, особенно, ну, несовершеннолетнего, особенно малолетнего маленького ребенка, который идет один без сопровождения взрослых, ну, просто позвоните по телефону 102, приедут сотрудники, ребенка этого возьмут, передадут соответствующие органы опеки, где о нем позаботятся, найдут его родителей, но всякие ситуации в жизни бывают. Не обязательно это ребенок брошенный или, там, родители нерадивые, ну, может быть, потерялся, может быть, что-то случилось с законными представителями, ну, в жизни может быть все. Поэтому, конечно, нельзя оставаться равнодушным, и в таких случаях самый лучший, простой и верный вариант – просто позвонить в милицию, а дальше мы уже об этом ребенке позаботимся. Владимир Владимирович, вот интернет – это тоже зона риска, да, хотя сам интернет он не укусит, ничего такого страшного в нем нет, это, в принципе, кладези информации, сравнивают еще со свалкой информации. Тем не менее, вот кусают, наверное, люди, которые вступают в переписку с несовершеннолетними, и они-то и представляют угрозу, не так ли? Да, такая проблема, не скажу, что она сейчас такая прямо глобальная есть, но она начинает у нас развиваться, количество пользователей Беларуси очень большое, с каждым днем увеличивается, и дети начинают приобщаться в первую очередь к социальным интернет-сетям самого раннего возраста. Особенно вот девочки, девушки молодые любят выкладывать всякие свои фотографии, там они красиво, хорошо выглядят, мошенники, преступники начинают с ними вступать в переписку, рассказывать, какая ты красивая, давай познакомимся, давай пришли мне еще более откровенную фотографию, и так далее, втягивают вот в эту переписку, и затем начинают принуждать уже к выполнению каких-то определенных действий, либо передачи денежных средств, материальных, либо оказанию определенных услуг, в том числе интимного характера, и такое бывает. Вот, вот в прошлом году по такому факту было возбуждено одно уголовное дело в отношении такого лица, который пытался сделать. К счастью, девочка сразу рассказала об этом своим родителям, не стало... Что очень важно. Естественно, родители сразу обратились в правоохранительные органы, буквально там за считанные дни, если не часы, этот человек был установлен, и все, отношение возбуждено уголовное дело, причем уголовной ответственности. Поэтому здесь, конечно, такие случаи бывают, но, как правило, упирается все проблема в том, что такие преступления имеют большую латентность, они скрыты. То есть дети, подростки, ну, наверное, в 80% случаев просто боятся об этом родителям рассказать. Думают, что их поругают, что они сделали что-то плохое, там, заходили на те сайты не на хорошие, там, переписки писали, лишь бы что, и боятся просто наказания. И в итоге становятся жертвами преступника, и бывает, что это преступление длится не один год. В итоге эти дети потом вырастают, подростки, и когда становятся уже более взрослыми, понимают, что с ними происходило, и бывает, даже сами обращаются в правоохранительные органы. И какой можно дать совет родителям, законным представителям? Если ребенок с вами откровенен, если он может вам все рассказать, то никаких проблем не будет. Даже если какой-то злоумышленник начнет в отношении противоправного действия, ребенок сразу вам об этом расскажет, сразу это будет пресечено, и человек просто будет, ну, наказан. И все противоправные деяния в дальнейшем прекратятся. Вот на этом этапе, если будет взаимосвязь с ребенком, дальше не будет продолжаться. Если ребенок никому ничего не расскажет, то будет проблема. Владимир Владимирович, я благодарю вас за важный и конструктивный разговор. Ну, а телезрителям я напоминаю, что в гостях программы «Де-факто» был исполняющий обязанности начальника управления охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел Гомельского облсполкома Владимир Канунников. И в завершении программы вашему вниманию подборка курьезных происшествий, снятых людьми на камеры мобильных телефонов. Авторы выпуска подготовили наиболее зрелищные кадры. Рубрика «Я очевидец» далее в программе. Спасли из ледяного плена. Сотрудники милиции, патрулируя в Брагинском районе окрестности притока реки Брагинка, обнаружили замерзающего в ледяной воде лося. Милиционеры стали ломать бревном лед, чтобы животное самостоятельно смогло выбраться на поверхность. Почти обессиленный сахатый едва передвигал ногами. Однако смог вылезти на землю и, отдохнув, минут 10 отправился в лес. Ураган, обрушившийся на Европу, стал причиной появления новых твитов в интернете, стремительно набирающих популярность. В Нидерландах шквалистый ветер переворачивал автобусы, контейнеры, билборды и мусорные баки, а в Германии на площадях и улицах словно листья сдувал людей. В Китае водитель автокрана при помощи подъемной стрелы машины спас пассажиров автобуса, съехавшего в реку в результате ДТП. Мужчина не растерялся и, подогнав на место аварии специальную технику, самостоятельно провел уникальную спасательную операцию, опуская и поднимая крюк стрелы автокрана. Он вытащил из воды шесть пассажиров и водителя автобуса, терпевших бедствия. В американском штате Джорджия спасатель поймал девочку, которую сбросили с третьего этажа. Это сделал отец ребенка из-за пожара, который полностью охватил их дом. Работники службы спасения проводили эвакуацию людей по приставным лестницам. В какой-то момент один из мужчин понял, что не удержит ребенка и бросил его в руки спасателям. Пожарный Эрик Джонсон поймал девочку и стал героем социальных сетей. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. Нашим корреспондентам смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова